здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня я хочу показать вам семейку сога которая живет у насти в комнате на подоконнике я очень редко их показываю они не подлежат транспортировки у них там своя атмосфера у них там свой микроклимат и они очень редко покидают свои насиженные места но сегодня я протирала там подоконник протирала окно и мыла эти орхидеи душеванием потому что они очень сильно запылились и сегодня я хочу подкормить я их промыла душем помыла ли им листики промыла грунтик у них вот такие вот замечательные сокушки мои ну давайте посмотрим на их вот это красивое растение вот такое вода доращивает цветонос это сог реликс он уходит находится в моем уходе содержание с 5 августа семнадцатого года ну как его собратья замечательное растение все они были изначально посажены в 12 горшочки с прорезями потом я их пересадила вот такие вот горшочки арте с автополивом на ножках один-два литра и они себя замечательно прекрасно чувствуют грунт у них здесь компасана с добавлением серамица вот здесь видно посмотреть то ли водоросли то ли мог скорее всего это мог я добавляла немножечко мха вот видно вот сейчас правда все все здесь мокрое вот такие вот пустоты карманчики до прекрасный себя растение чувствует вот такой вот красавчик загляденье вот желтит нижний листик сразу хочу сказать о листьях вот этих сортовых орхидеи сога ну ряда сога так я скажу потому что у меня не только эти сога у меня есть и другие вот конкретно вот эти вот изнастильной комнаты вот эти фаленопсисы они даже они скорее напоминают доритонопсисы они никогда не будут большими то есть у них никогда не будет по моим наблюдениям за два с половиной года большого количества листьев тут какая ситуация складывается растет новый листочек и тут же начинает отсыхать нижний листочек то есть вот такая вот тенденция то есть три-четыре листика все больше нет но они такие лапушисты конечно они уже большие орхидеи были куплены малышами у максима вот такие вот красавцы ну в общем вот это вот красавчик сога реликс далее я сразу буду ставить в кашпо кашпо я тоже все промыла вот они чистенькие буду сразу ставить в кашпо так следующий вот красавчик вот этот это сога лауренс или сога лауренс как его кто как называет да то же самое вот но бирочка 5 августа 17 года посадка тоже самое все вот шикарные корни у него даже вот один корень вылез в ножку пророс очень много корней очень и вот посмотрите тоже вот четыре листочка то есть тенденция точно такая же новый лист вырастает и тут же а саха отсыхает один из нижних листьев такие вот воздушные классные корешочки и вот тоже доращивает цветонос так далее вот это моя любовь вот это вот моя любовь морковь сога вивьен это настоящий сога вивьен это не аля сога вивьен которые продают в сетевых магазинах это настоящий сога вивьен вот такой с фаригатными листьями красавчик то же самое он был куплен 5 августа 17 года вот посмотрите как он долго растет листья посмотрите у него нижние вот эти вот этого два листика остались еще от тех листиков его малышковых вот они потом выросли вот эти два листика побольше потом вырасти вот вырастили вот эти вот еще побольше и вот сейчас вот такой тоже варигат ненький листик растет я его кстати видите раскрыла принудительно сейчас иголкой не стала это показывать на видео потому что очень такая кропотливая работа очень тоненькая иголочка я его аккуратненько раскрыла потому что он две недели никак не хотел раскрываться вот такой красивый листик тоже вот такие вот замечательные корешочки здесь побольше серамица конечно вот замечательные корни все я промыла все помыла вот такая вот прелесть так в кашпо я не ставлю забываю так сейчас поставлю вот так вот это красивое растение посмотрите какие листья шикарные шикарные листья просто прелесть тоже вот доращивает цветонос тоже вот начинает чуть-чуть желтеть лист вот такой новый у нас листик вырос красивый это сога пони та моя вредная сога пони которая с семнадцатого года не давала цветонос и вот это вот ее первый цветонос в этом году она цвела очень красиво даже девочки меня просили из групп которые продают сога пони чтобы я прислала им фото цветение очень красиво цвел вот сейчас доращивает вот так вот цветоносик тоже вот полный горшок корней корней очень много такие вот замечательные корни тоже они влажные посадки тоже все самое компасана и серамиц вот такая вот красо . далее это все орхидеи от максима были куплены в размере 1 из 7 или два с половиной то есть разными были размера вот такие вот они выросли за два с половиной года далее вот такой красавец сапфирчик вот такой красавчик вот он выпустил цветоносик вот какой у него цветоносик красивый лежит симпопулистый такой вот такой он у меня раскидистый вот сапфир блю от 3 февраля 18 года вот такой красивый уже так сформировался у него кустик листочки у него ланцетные вот такие вот узенькие видите и плотные и он такой светленький очень красиво растение вот будет цвести мой сапфир блю вот такой у него цветоносик симпопусный тоже ставлю в кашпо сейчас поставлю лавренс чистенько кашпо все намытые все красавцы удалые очень я их люблю и у насти в комнате живется очень хорошо вот это моя каода это каода попытка номер два у меня когда-то была каода когда только начала заниматься орхидеями я купила в одном из интернет магазинов кауду о двух цветоносах она пришла залитая вся с гнилыми корнями цветоносы были шикарные она очень была красивая когда я купила и стал господи какая каода мутант разве может у кого бы такие ну по 55 сантиметров цветоносы но она была очень красивая на очень быстро погибла вот и я максима купила себе вот такую вот каода twinkle 30 марта восемнадцатого года вот посмотрите какие у нас прекрасные корни тоже ведь вот много пустых мест посадка все то же самое керамзит компасана и серамиц мне очень нравится этот грунт даже я думаю к нему наверное опять вернусь к этим посадкам то что мне очень нравится и кора хорошей фракции в компасане и сами кусочки хорошие такие влагоемкая очень вот но эта колода стояла 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 у насти на подоконнике вот у нее кстати цветонос вот видите вот такой красивый цветоносик она выпустила я ее на лукавый меня дернул забрать ее у насти из комнаты я туда поставила на ее место другую орхидею а ее поставить вот сюда в комнату на стеллаж и она как раз попала под раздачу когда была атака на летом серьезные трипсов и у нее вот видите я удалила листочек вот центральный но я его срезала залила его перекиси водорода и вот так вот листик но там новый листочек обязательно вырастет просто уже одного листа уже не будет хватать то есть листочек новый когда вырастет вот это вот уже будет чешуечка и я потихонечку убирая вот это вот сухие остатки но я вам обязательно покажу как я это делаю потому что у меня очень много орхидеи попали вот под такую вот обрезку но это не мешает растения не мешает им цвести вот такая вот красавица каода твинка вот посмотрите какие у нее листочки и то же самое вот видите нижний листик она желтит один из нижних листиков то есть у нее растет цветонос потом у нее будет расти новый листочек и вот этот вот вот этот вот листик здесь вот видите вот корешочки как расположены так вот да она его просто отсушит и вот это вот моя красавица сейчас я покажу вот это вот красавица моя по-другому я не назову это tenderness очень красивая орхидейка беленькая с такими с ребушечками очень красивая орхидейка тоже вот посмотрите у нее вот white tenderness к сожалению вторую бирку я потеряла надо посмотреть видео когда я вообще ее купила но наверное это было в семнадцатом году я так думаю вот то же самое в таком же грунтике она сидит вот такие вот у нее прекрасные корни но была накоплена с цветоносом из точки роста вот он этот у нее цветонос которым она была куплена вот он никуда он не девается ничего она не отсушивает вся она в капюшончиках вот в таких видите ложные детки вот у нее капюшончики час вот у нее капюшончик вот здесь вот у нее было вот был цветонос тоже из капюшончика она его отсушила я его вот сегодня отрезала вот видно к желтенький такой остаточек да и вот она выпустила ответвление на опять будет цвести вот вот из этого цветонос то здесь видите такая куча мала раскорячка такая но я ее очень люблю она мне очень нравится она уже как бы прижилась вот она так а двух палочках здесь у нее все у нее поддерживается не потому что она куда-то падает а потому что я не знаю куда занесет эти цветоносики вот эти постоянно видите и здесь то есть она вот здесь цвела и здесь цвела и здесь она два раза цвела то есть у нее был еще длиннее туда цветонос я его отрезала два раза то есть там раз и вот два и вот почечку она пробудила симпопусины такая орхидеечка ну и пусть будет она вот живет семейкой сога так я их называю вот я наверное поздно скажу наверное настя раньше поставить подсказки но в случае я попрошу и чтобы она в описании поставила ссылку на плейлист о цветении этих орхидеек о пересадке этих орхидеек это интересно я рекомендую вам посмотреть на это вот и я на мыло до моих красавиц это не от этого что я не поставила я колоду не поставила я уже в кашпо уже заблудилась так и вот пока грунт влажный я хочу сегодня немножечко их покормить покормить кормить я их буду по листу извиняюсь моя лапа влезла буду я их кормить вот такими вот удобрением таким вот буйское удобрение от цветочного рая комплексное удобрение для орхидеи быстро видимый эффект и продолжительное цветение готов к применению с микроэлементами информация такая значит здесь состав написан да и написано специально быстродействующее комплексное удобрение для питания орхидеи способствует зеленому здоровому росту и развитию растений стимулирует образование сочной зеленой листвы и пышное продолжительное цветение способ применения продукт полностью готов к применению подкормки производят путем опрыскивания растений в летний период с марта по сентябре один раз 70 дней в зимний период один раз в месяц то что я в принципе и делаю так значит здесь расход раствора на одну подкормку до полного смачивания листовой поверхности растения вот этим удобрением я пользуюсь уже сказал нет 17 года вот именно вот в таком вот исполнении вот видите в спре да мне очень нравится и сейчас я быстренько опрыскаю своих девчонок покажу вам кому это интересно вот немножечко перебулькаю и очень быстро сейчас настроить здесь видите здесь смотрите здесь есть струя сейчас покажу как раз как я хотел показать вот такая вот струя сейчас just a moment вот струя здесь вот вот видите струя вот струя то есть струей мы можем вот так вот в грунт отпрыскивать ведь и струя просто да а есть еще режим вот такой мелко дисперсионное опрыскивание то есть вот так вот очень быстро непринужденно вот так вот я опрыскиваю свои орфидейки квартире сейчас тепло 23 25 градусов вот так что ничего в этом страшного нет батареи у нас работают хорошо вот опрыскиваем до полного смачивания листиков что-то я еще хотел сказать да эти дни я не снимала видео у меня как и у многих какая-то меланхолия напала абсолютно не хочется снимать абсолютно не хочется ни с кем разговаривать то есть такое знаете состояние я в домике но однако же я все равно занималась с орхидеями да что-то делала а что я делала я вот здесь в комнате где у меня находится основная масса орхидеи я все свои орхидеи замачивала в растворе октары как я уже говорила вот да в начале видео что летом не орхидеи подверглись нападение трипсов у нас первый этаж возможно занесло с улицы а возможно и сами принесли на одежде с улицы потому что в этом году было что-то страшное я имею ввиду по количеству насекомых на улице у меня сожрали если два куста у меня боярышник сожрали да и для еще какая-то гадость боярышник сожрали и еще сожрали шиповник сожрали уже какие-то гады ничего не помогало абсолютно очень жалко пришлось кусты обрезать многие цветы тоже пожирали бутоны улитки кстати пожирали лилии некоторые мои очень красивые в общем суть в том что не было печали как говорится накачали вот я всех опрыскал вот они стоят да вот до полного высыхания там где водичка ну редко когда водичка стоит там где водичка останется я промокну просто потом пока не буду пусть они впитываются ну вот и эта борьба уже знаете принимает такой хронический характер что мне не нравится и меня очень нервирует мне очень жалко мои орхидей очень жалко я уже перелопатила просто море литературы и у меня такое впечатление складывается что вы тоже уже говорил что нельзя бороться с тем чего ты не видишь то есть я травлю орхидей да проходит ну например актара там от 40 до 60 дней фитоверм один раз 10-15 дней то есть меняя препараты да и знаете и все равно появляются все равно появляются все равно я нахожу кладки на каких-то новых листочках эти новые листочки приходится удалять сегодня я несмотря на то что я обработала все горшки вот в этой комнате и это немыслимое количество на самом деле титанический труд на это дело у меня ушло двое суток потому что я утром реально там так скажем от зари до зари это делала то есть я замачиваю орхидеи в октаре я протирала листья водкой успею я только не делаю сегодня я когда я пришла с работы и так вот вроде бы как потирая руки так подошла к орхидеям я увидела на голоде на трех цветочках трипсов то есть это не молодняк я уже даже знаю уже когда они маленькие когда они средние где самец где самка несмотря на их маленькие размера в общем я увидела трипсов я конечно я их сняла я уже научилась их вылавливать я их и спонжем вылавливаю и прям вот так на пальце плюю вот так вот снимаю да потом так между ногтями и как вот так в шее вот так вот давлю их да но вот просто я я была в шоке мне казалось что от того что я проделала вот это весь мой труд да ну включая вот эту вот обработку замачивания в октаре мне казалось что можно уже сдохнуть просто всему что дохнет только ну в общем руки то я не опускаю просто ну вот такая ситуация складывается я даже не знаю у меня уже отправить на все стоси на два дня или к старшей сестре или к средней сестре я не знаю у нас больше близких родственников нет в москве у меня все мои взрослые родственники уже отошли в мир иной и просто по собрать растения в одной комнате и просто их вот опрыскать всех самый страшный самым страшным и вонючим препаратом девочки у кого был положительный опыт борьбы с трипсами напишите мне еще пожалуйста вот у меня писали под видео предыдущим тоже моим таким говорительному трипсах ну ничего не получается ничего не получается может быть такого массового ты и слава богу нет но все равно видите опять опять я споймала гатов что мне делать как мне быть потому что мне так жалко моей орхидеи мне так жалко им кромсать листья они конечно отрастают они отрастают листья до красивые я сейчас не буду над этими орхидеями трясти уже сделаю обзор и у котика молодого уже отрос новый листик и у легата отрос новый листик вот это я сейчас смотрю на орхидеи да и у многих у многих орхидей отросли новые листики но все равно все равно это печалит потому что уже знаете как товарный вид хоть я их не продаю не собираюсь продать товарный вид такой знаете эстетическое наслаждение ну уже как бы уже не то это ждать пока вырастет вот центральный листик до новый это сколько ему расти потом пока это снимется это чешуйка это пройдет 6 7 месяцев дай бог вот потому что листья жня не растут с такими скоростями но в общем вот сейчас они у меня попитаются с полчасика так постоят потом я их промокну вот возьму сейчас салфеточку покажу например да возьму больше это я кусочек отрвала возьму большую салфетку и вот так вот их протру чтобы вот этого конденсата на них не оставалось потому что вот видите вот я убрала да здесь часть сейчас они покушают перекусят и я все с них сотру чтобы им не было не дай бог холодно ну все на этом я буду с вами прощаться желаю вам солнца в душе и на небе здоровья вам и вашим растениям и всего вам самого доброго дорогие мои очень скучаю по вам очень хочется поговорить но вот с этой вот погодой с лондонскими туманами с такими в кавычках лондонские туманы потому что с утра до вечера туман темнеет рано в четыре часа солнца нет но вроде бы я посмотрела на выходных появится солнце ну дай бог хочется чтобы так в тонусе немножко быть все люблю вас всех целую до свидания всегда ваша бокова наташа